здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван и вас приветствую на канале иванова наука год на год не приходится садоводство вообще сельское хозяйство земледелие штука рискованная очень много зависит от условий каких-то определенных иногда так бывает что несмотря на наши усилия а может мы как что-то пропустили можно наши усилия были недостаточны во время плодоношения сливы вишни к нам приходят неприятные болезни одна из них вот такая вот такие вот листики которые облетают делаются голыми наши вишенки плоды мельчают на будущий год все усугубляется потому что листики это столовая наших растений урожай будет закладываться закладывается теперь будущего года листиков не хватает урожая не будет и все это так зациклилось все это означает что нам надо обязательно принять срочные меры к лечению этих деревьев что мы можем сделать сейчас эта беда характерна не только для вишни но также и для сливы а на сливе также зачастую вот такие дырки можно увидеть нас мучает наши сливы мучает клястероспариоз ним тоже нужно бороться и это можно сделать одновременно что плохо для болезни вишни тоже плохо и для болезней сливы надо обязательно это сейчас все убрать чтобы все-таки не потерять урожай следующего года конечно существует целый ряд химически синтезированных препаратов минеральных препаратов среди них препараты меди пожалуй на первом месте но все-таки на сегодняшний день есть и средства поинтереснее и получше речь у нас пойдет о таком уже известном средстве как биопак это антимикробный препарат который предназначен для дезинфекции поверхностей а также для использования для дезинфекции воды во всевозможных бассейнах и резервуарах которые не должны зарастать ни бактериями не грибами не водорослями он не содержит в своем составе антибиотиков он не содержит себе в составе каких-то известных групп анти микотических таких против грибов он содержит в себе очень интересное вещество которое называется полигексометиленгуанидин который нередко используется в лекарственных средствах им получит горло промывают раны и так далее и чем она мне нравится тем что биопак действует в очень и очень низких концентрациях для приготовления рабочего раствора вам необходимо развести вот этот препарат биопак в тысячу раз то есть на ведро воды вам понадобится всего лишь 10 миллилитров препарата это означает что ну такая не совсем полная столовая ложка и тщательно обработать ваши деревья на которых имеются признаки заболеваний обработать следует не только вишни и сливы но также обработать надо и груши несмотря на то что вот эти оранжевые споры сейчас груши не страшны они ее не заражают но все равно обработайте для того чтобы вредоносность этих спор для хвойных растений была как можно меньше без сомнений обработайте и хвойные растения для того чтобы заражение вот этой ржавчиной было как можно меньше и чтобы в следующем году эти хвойные передали это ржавчины вашим грушам как можно меньше обработайте этим раствором обязательно крыжовник и также смородину но делать это все нужно непременно после сбора урожая все-таки излишнее попадание действующие вещества в пищу в случае не тщательного промывания фруктов и овощей нежелательно поэтому я не рекомендую им обрабатывать растения овощные те которые будут непосредственно потребляться в пищу плоды чтобы не попадала а вот ботву картофеля обработать им очень и очень желательно раньше выпускался препарат для защиты растений на основе этого вещества и как раз таки он в первую очередь рекомендовался для обработки картофеля против фитофторы в силу того что никаких средств типа привик у energy тогда еще не было и зарекомендовал он себя очень и очень хорошо прекрасные идеи будет также обработать либо молодые саженцы винограда от комплекса болезней либо защитить кисти винограда если они уже начинают наливаться если ягоды уже достаточно крупные и попадание в пищу вместе с ягодами этого препарата нежелательно еще раз напомню что несмотря на то что свое время препараты на основе этого действующего вещества препараты для защиты растений рекомендовались для обработки в том числе овощных растений у которых он может попадать на плоды они могут потребляться в пищу я все-таки на всякий случай но перестраховываюсь и не рекомендую уж под тем более не стоит обрабатывать этим средством зеленые растения силу того что препарат не имеет системного действия его можно использовать для обработки бобов и гороха и подобных растений вот мучнистой росы и многих-многих заболеваний и уж конечно надо обработать землянику землянику садовую различные разновидности земляники после сбора ягод перед удалением листьев об этом мы с вами конечно поговорим более подробно но говоря вот так вот о биопаге я не могу не упомянуть этот замечательный способ борьбы с болезнями на широком спектре культур прекрасные результаты дает обработка биопагом всевозможных декоративных растений которые обладают ну такими видимыми признаками каких-то заболеваний это могут быть и лилии и ну что угодно если только она болеет конечно флоксы непременно обработайте биопагом также и розы от широкого спектра болезней в том числе от марсонии черной пятнистости на листьях биопаг будет сохраняться в течение более 60 дней поэтому однократной обработки вполне достаточно чтобы обеспечить очень долгую и длительную защиту широчайшего спектра садовых огородных цветочных растений против огромного комплекса заболеваний воспользуйтесь обязательно этим средством что же надеюсь эти неприятные болезни будут обходить вас стороной воспользуйтесь моим советом для того чтобы уж следующем году получить урожай гораздо лучше а сани надо готовить летом вот и мы сейчас будем готовиться к будущему урожаю до свидания Claudia c проблема